всех приветствую записываем видеообзор основных инструментов на дневном масштабе начинаем с евро доллара здесь у нас продолжается позитивный сценарий и на самом деле коррекцию сделали конечно меньше чем я думал но пока все выглядит достаточно оптимистично удалось нам даже там закрытой группе дать рекомендации вот о покупках в этой точке честно сказать не думал что будут пробивать вот эти максимумы думал что здесь мы сделаем коррекцию побольше да такую боковую хорошую формацию потом только будем выходить но вот пошли как пошли следующая цель в районе максимумов находится предкоррекционных не думаю что их сходу вот эти цели возьмут до потестирует вполне вероятно вот о том что возьмут не уверен тут в принципе мы находимся вот хоть и за максимум вылезли тут все равно находится зона сопротивления плюс минус она такая широкая поэтому в принципе коррекция может конечно и здесь у нас начаться но пока ничего разворотного я не вижу выглядит все достаточно уверенно если вернемся ниже линии 1 то там уже можно ожидать какую-то там коррекцию но опять же сценарию ничего не угрожает пока мы находимся выше l2 поэтому тут пока картина позитивная по евро доллару но и долгосрочный сценарий конечно же тоже позитивно есть как я говорил вариант что вот эту всю большую модель мы усложним до либо усложнение пройдет от этой зоны и сделаем еще большой заход вниз либо на то сделаем что-нибудь типа вот такого потом полезем наверх вполне возможно но либо здесь раньше произойдет даже да это фаза то есть этот вариант тоже отметать нельзя поэтому как раз очень важно увидеть реакцию на вот этот уровень как тут будет себя цена вести данной соответственно потом уже на этот но в любом случае картинка долгосрочно пока хорошая по золоту по золоту картина у нас тоже развивается замечательно все у нас позитивно другое дело что возникают проблемы там с кем-то локальными точками входа да вот к сожалению сегодня уже говорил что не всегда красивые формации внутри дня по золоту рисуется но тем не менее здесь у нас цели это сопротивление до нисходящие вот это достаточно красивая понятная в рамках большой модели коррекционной соответственно будем смотреть как себя будем здесь вести а если до сюда дойдем то что может начаться большая коррекция то уже думаю понятно да потому что мы примерно такие же отрезки делали на по размеру соответственно какой сейчас сделаем поэтому чисто статистически понятно что золото ну не очень часто делают какие-то прям супер мега броски без коррекционной поэтому ожидайте в ближайшее время какую-то консолидацию но думаю что использовать ее надо однозначно для лонга тут пока сценарий позитивный не вижу даже каких-то там вариантов большому счету его отмены на поэтому ничего разворотного тут нет все выглядит хорошо вопрос только в точках входа скажем так об угрозах сценарию я подумаю если будем закрепляться ниже l2 на если залезем вот сюда нам начнем жить да тут я подумаю что может быть что-то у нас тут усложняется какая-то глубокая коррекция либо может быть вся вот эта вот модель какая-то скажем так незавершенные требует усложнения посмотрим покажи все нормально на в идеале нам сделать тест вот сюда выйти на как раз вот эта зона здесь по консолидироваться сделать какую-нибудь коррекцию из потом отправиться дальше там до следующих уровней все это у нас в идеале по нефти по нефти картинка хорошая на дневках сегодня почему-то рисует какую-то такую шпильку наверх и забыла ли она на самом деле вот на на микс есть такая шпилька на трейдинг тут у нас рост продолжается я думаю что максимум и мы должны обновить на эту шпильку я внимание не обращаю в том плане что не думаю что это у нас обновление максимум произошло не думаю что его ну скажем так его не учитываю думаю что максимум и вот эти вот соответственно мы еще обновим цель такая потому что вот это все снижение теперь выглядит как откатная коррекция после того как мы достаточно уверенно закрылись пятницу соответственно тут у нас позитивный сценарий ему ничего не угрожает по крайней мере пока цены выше вот закрытие пятницы соответственно тут сценарий позитивный и есть смысл ожидать обновления максимум рассматривать стоит только ланге вот потом уже будем смотреть на разворотные признаки я говорил что в целом вся структура вот это вызывает у меня вопрос да ростовая структура очень похоже что потенциала тут немного и настала по коррекция поглубже да почему я ее ожидал да вот здесь вот скажем так продолжение вот этой коррекции то есть тут ничего никуда не изменилось поэтому прежнего в силе но забегать вперед не надо да не надо там какие-то ожидания торговать по факту мы видим что тут все выглядит хорошо и пока выглядит хорошо надо рассматривать лонг пока все этому способствует теперь snp 500 фьючерс склейка дневка на дневках мы сделали да помните отдел включения на канале до замечательных и дошелдер с такой был отработали потестировали первую цель и отсюда быстро отскочили ну соответственно здесь можно было сразу сделать вывод что это у нас всего лишь откатная коррекция да и цель будет обновить максимум вот соответственно максимум мы обновили цель выполнена теперь смотрим на всю эту структуру роста структура роста достаточно неустойчиво если вы понимаете о чем я говорю нужна хорошая коррекция как минимум что-то типа вот этого но при этом стоит сделать вывод что последняя консолидация не дала какого-то мощного импульса наверх что уже говорит о том что рынок в моменте но очень сильно перекуплен да тут есть конечно и технические какие-то признаки уже усталости но вот можно сделать вывод из того что движение сильно не произошло поэтому надо делать более глубокую коррекцию да как минимум может быть что-нибудь такое или такое там уже делать выводы пока пока все выглядит позитивно тут вполне можем еще продолжить этот рост внутри дня там разворотного пока ничего не вижу на дневках тоже пока все хорошо соответственно проблемы начнутся вот когда уйдем ниже вот этих минимумов сюда если закрепимся да опять же это будет скорее всего да через повыше движение если здесь закрепимся будем жить но здесь уже можно будет рассматривать какие-то варианты начала коррекции да есть потенциал для формирования тут разворотных разных моделей и так далее если будут пробивать конечно линии 1 то можно будет уже более глубокую коррекцию ждать пока же все выглядит достаточно позитивно единственное что видно что топлива не хватает поэтому нужно подкопить силы как минимум но более негативные варианты пока рассматривать не будем по дневкам на индексе московской бирже у нас тут тоже картинка позитивная за последние две недели что случилось да был тут негативный сценарий говорю что при закрытии ниже ладин включается негативный сценарий но вот мы закрыли да потом на прямом эфире даже говорили что было бы неплохо делают шпильку и шпильку сделали такую соответственно была очень хорошая то такая точка входа спекулятивная дошли до первой цели до видел 2 и отсюда произошел отбой опять же показали нам что здесь откатная формация на цель обновить максимума и мы улетаем согласно обзору который выкладывал в telegram канале до при закрытии при обратном закрытии выше л 1 до соответственно сценарий негативно отменяется но вот мы его закрыли на поднявки все соответственно теперь ждем нового сценария до для входа в лонг тут нужна понятная модель которой нет да но это не значит конечно в интерне спекулятивно что-то делать нельзя но на дневках тут хорошей модели нет для шорта рано потому что вполне можем потестировать верхнюю границу до вот этого замечательного восходящего канала восходящей тенденции соответственно здесь это вполне можем оказаться и после этого уже ожидать какую-то коррекция вполне возможно на этом уже будет важно у нас поддержка посмотрим вперед забегать не будем сейчас важно где будет тормозить цена до дойдет она до уровня сопротивления своего либо не дойдет и какие будут внутренние какие-то признаки в текущий момент ничего здесь негативного нет поэтому просто в режиме ожиданий наблюдения негативный сценарий можно будет рассматривать исходя из вот текущей картинки на данный момент но опять же когда вот хотя бы ниже минимум ниже максимумов вот этих цена уйдет и начнет здесь какую-то жизнь то есть то есть не просто потестирует да и отскочит это будет как раз позитивным сценарием вернее под подтверждением позитивного сценария а если здесь останется вот соответственно пока наблюдаем но для лонгов тут как я уже сказал нужна какая-то коррекция до понятная с потенциалом каким-то что можно было рассматривать лунги для шортов тоже опять же нужно нужен разворот какие-то разворотные признаки пока нет ни того ни другого остается ожидать ну и последний инструмент на сегодня рассмотрю bitcoin картинка тут достаточно интересная пару недель назад в в прямом эфире да в инстаграме рассматривал я bitcoin говорил что там был только вот этот импульс он нарисован говорю что тут явно формация не дорисована еще будет коррекция да и будет добой вот этих минимумов по всей видимости после этого когда нарисует откатную формацию если этот уровень устоит то мы скорее всего продолжим еще там расти ну вот действительно уровень это устоял до сделали следующую по крайней мере сделали следующий сегмент роста но вот теперь по структуре я вижу что скорее всего на максимум мы в текущий момент не пойдем происходит у нас усложнение всей вот этой коррекции и по всей видимости теперь у нас будет не только добой вот этих минимумов но и тест вот этих минимумов на опять же не зря эту линию рисовал поэтому в идеале бы нам сейчас потестировать l2 до после этого здесь удержаться нами тут для быков в идеале да и вернуться вот сюда вот в этом случае картинка у нас будет позитивная а можно будет рассматривать какие-то спекулятивные ланге с целью обновить вот этот максимум пока выглядит так вот в этой точке можно будет рассматривать какие-то ланге по структуре текущей если же мы не удерживаемся да на здесь на l2 то это будет означать там более глубокую коррекцию возможно но очень сильное сдутие пузыря этого но пока не будем забегать вперед пока не думаю что это назрело уже но по крайней мере сейчас об этом говорить чуть рановато рост вполне может продолжиться но вот формация коррекцион еще не дорисован на этом все напоминаю что действует закрытая группа с ежедневной моей аналитикой кому интересно да пишите мне в личные сообщения телеграма либо в директ инстаграма соответственно добавлю закрытую группу соответственно это по подписке происходит но по платной подписке имеется ввиду также хочу сказать что по четвергам я провожу прямые эфиры в инстаграм когда разбираю ваши инструменты да не только свои а вы мне даете тикер и я делаю анализ этого инструмента кому интересно соответственно в четверг в 10 москвы подключайтесь и пишите свои тикеры на этом все отличных вам трейдов счастливо